Граком как минимум с нескольких сторон И самое плохое, что интересы этих сторон во многом взаимоисключающие Это, собственно, и продемонстрировали переговоры в Минске Запад, предоставляющий Порошенко политическую поддержку, деньги и место, куда, если что, можно сбежать Требовал от него компромисса с Путиным и отказа от эскалации Внутриукраинские радикалы, соглашающиеся терпеть Порошенко во главе государства Навязывали ему жесткую позицию и отказ от любых уступок террористам и агрессору Тандем Турчанов, Яценюк требовал продолжения гражданской войны до победного конца Минские переговоры шли так долго именно потому, что украинский президент пытался каким-то образом совместить эти интересы Однако этого можно было добиться лишь с помощью жесточайшего давления Евросоюза на Россию А поскольку Владимир Путин выстоял, то Порошенко пришлось выбирать После серьезного внушения со стороны канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента Франции Франсуа Айланда Он решил удовлетворить интересы Евросоюза Одним из главных побуждающих факторов стал новый кредит МВФ на 17,5 миллиарда долларов Директор-распорядитель фонда Кристин Лагард сделала заявление о нем после согласия Порошенко на итоговый компромисс Однако выбор президента может дорого стоить ему на внутренней арене Собственно, противники уже начали подготовку Именно этим, в частности, объясняется так называемое наступление батальона Азов под Мариуполем, начатое 10 февраля Руководство Азово в первый же день отчиталось об успехах, в частности о захвате населенных пунктов Широкино, Саханка и ДР Однако для ополченцев и всех, кто более или менее знаком с оперативной ситуацией возле Мариуполя Эти заявления выглядели, мягко говоря, странно Украинские солдаты в боях и с потерями занимали населенные пункты, в которых ополченцев не было Эти поселки находились на нейтральной полосе А вот попытки Азово продолжить наступление на реально занятые ополченцами населенные пункты закончились неудачей По словам самих Азовцев, она была связана с нехваткой топлива Бойцы готовы идти и сражаются дальше, но мы застряли из-за банальной причины У нас нет солярки, заправляем за свои деньги, а они заканчиваются В СУ почти не заправляет, говорится в официальном сообщении Азово Смысл этого спектакля заключался в одном, в контрасте Успехи наступления, которым командовал глава Совета национальной безопасности и обороны СНБО, Украина и Александр Турчинов Должны были контрастировать с ситуацией в Дебальцевском котле До которого украинскую армию довел человек президента Начальник украинского генштаба Виктор Муженко А в Минске президент фактически бросил этих бойцов на правил судьбы И если ополченцам все таки удастся ликвидировать котел То у Танди Матурчинов, Яценюк появится идеальный повод для обвинения Порошенко В предательстве на фоне героизма главы СНБО В этой ситуации у президента может быть лишь один аргумент Доказывающий его успех в Минске Надежда Савченко По словам Порошенко, Путин обещал освободить ее в рамках пункта об освобождении задержанных лиц Я был проинформирован, что это должно быть сделано в ближайшее время После завершения медицинской экспертизы и предварительных выводов следствия Я обратился, чтобы это было сделано немедленно И мое обращение поддержали президент Франции и канцлер Германии Это была наша совместная позиция, заявил украинский президент Правда, у Москвы несколько иная точка зрения на этот вопрос Автоматического механизма освобождения человека, обвиняемого в соучастии в убийстве В данном случае российского журналиста, не существует Пояснил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков По его словам, против Надежды Савченко выдвинуты очень серьезные обвинения И, чтобы они были сняты, либо следственные органы должны прийти к тому, что эти обвинения недостаточно обоснованы Либо должен состояться суд, который примет решение о ее невиновности Что касается слов украинского президента, то, по мнению российского депутата Если Порошенко сделал такое заявление, находясь в Минске Видимо, ему было важно послать сигнал в Киев, что он чего-то добился по судьбе Савченко В итоге украинский президент сейчас сильно зависит от намерений своего российского коллеги Если Путин в итоге не пойдет навстречу Порошенко и не даст ему символ победы в лице задержанной лечиться То у Порошенко возникнут проблемы, и он может и не усидеть в своем кресле до конца года Поскольку Путин выдержал давление, Порошенко пришлось выбирать, чьи интересы стоит учесть Европейских лидеров или украинских радикалов Запад ограниченно доволен коллективный Запад Исход переговоров тоже в целом устраивает Евросоюз и Соединенные Штаты получили гарантии, что конфликт будет как минимум оставаться в управляемой фазе Европейские политики высказывают двойственные чувства Антироссийски настроенная их часть недовольна половинчатостью принятых соглашений Решение абсолютно слабое, заявила Даля Грибаускайте Основная часть решения – контроль над границами Этот вопрос не был согласован или решен Граница открыта для прохода любых военных и любого вооружения Другие же объясняют, что в данной ситуации это максимум, чего можно было добиться Мы тоже хотели бы большего Но это то, на что этой ночью смогли согласиться президенты Украины и России Мы надеемся, что здесь, в Минске, обе стороны договорились серьезно и с добрыми намерениями И мы ожидаем, что они на наиболее сложном этапе До вступления в силу режима прекращения огня Воздержатся от всего, что может подорвать существующие договоренности Говорит министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер А Франсуа Айланд вообще назвал результаты переговоров в Минске облегчением для Европы и надеждой для Украины Для Европы это действительно облегчение Заключение нового соглашения между конфликтующими сторонами гарантирует Что конфликт как минимум на какое-то время будет подморожен и не перейдет в активную стадию из-за действия Киева Например, из-за введения военного положения, на которое вынужден был бы пойти Порошенко Или поставок оружия Украине из США или других европейских стран Проблема в том, что даже ограниченные поставки Москва может воспринять как открытие ящика Пандоры Подсчитать, что если сегодня она не отреагирует на поставки автоматов и Птуров То завтра пойдет тяжелая техника И в результате Москва пойдет в решительное наступление Которая приведет к печальным последствиям как для Украины и России, так и для всей Европы Говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов Представитель российского МИДа Александр Лукашевич подтвердил Что возможные поставки США оружия Украине – прямая угроза безопасности эры Сейчас же угроза снабжения Украины тяжелым и высокотехнологичным вооружением отпала А поставки обычного оружия, не способного изменить баланс сил К тому же эти поставки можно уравновесить через военторг Не будут восприниматься Москвой столь болезненно Теперь Евросоюзу нужно сделать новый шаг – решать что-то с санкциями Москва будет требовать их снятия И, безусловно, она недовольна тем, что, несмотря на успех в Минске Введенные в начале февраля новые персональные санкции в итоге будут все-таки имплементированы Что же касается Соединенных Штатов, то их отсутствие на переговорах не означало, что их интересы там не соблюдались Позиция Вашингтона в отношении России крайне жесткая и неадекватно ультимативная Поэтому ЕС поступил верно, оставив США в стороне от переговоров Но вместе с тем проводя постоянные двусторонние консультации и тем самым заочно вводя Америку в обсуждение Говорит глава аналитического бюро Андрей Епифанцев И американцы вполне могут быть довольны тем, как их интересы были учтены в Минске С одной стороны, США, которые добились обеих своих целей на Украине Экономическое наказание России за Крым и недопущение потенциального Российско-Европейского Союза Который мог бы привести к усилению ЕС и большему равноправию в трансатлантических отношениях Не допустили эскалации конфликта и его перехода в неуправляемую фазу Этот переход мог бы привести к более активному вовлечению США в украинскую гражданскую войну И, как следствие, вызвать холодную войну с Россией И в этой холодной войне Вашингтон понес бы крайне серьезные, в каком-то смысле даже неприемлемые, потери Не столько в конфликте с Россией, сколько за счет действий Москвы на других фронтах американской политики Например, от продажи новейших российских систем ПВО в Иран Или заключения новых масштабных договоров на поставки российских ресурсов в Китай Защищая его от американской стратегии анаконды С другой стороны, Вашингтон сохранил возможность в любой момент вывести конфликт из замороженной фазы И снова столкнуть лбами Брюссель и Москву Особенно если он увидит, что хитрый план Путина срабатывает Например, просто заявить, что Россия не вывела свои войска с Украины Ведь в отношении Кремля на Западе действует презумпция виновности А доказать невиновность, помимо того, что изначально неразумно, еще и технически практически нереально Учитывая отсутствие объективных институтов контроля Мы видим российских боевиков и российское оружие Но мы не можем сказать, и они нам не скажут, из какой они части и представляют ли они регулярные войска Поясняет генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер Кроме того, по его словам, в Донецкой и Луганской областях есть места Куда мы не можем просто так попасть из соображений безопасности Поэтому мы говорим, что не знаем всего до конца Потому что не все видим своими глазами Эксперт номер 8, 934 Распечатать карта 1 по сравнению с предыдущими минскими соглашениями Ополченцам Донбасса удалось улучшить свое положение